В смысле мне на цену нельзя? Да я водитель эрца, чё хочу, то и делаю. Константин Войн, родники, прости, что пришлось самому сюда добираться. Всё, и здесь его нет. Дядь Миш, чё случилось? Я шефа профукал. А как так получилось? Ну там два варианта. Либо он на заправке вышел, либо я его с Останкина не забрал. Потому что всё остальное время я прям в 180 шёл, трамвай сворачивали. Так, куда говорить, как у как? Константин Войн, родники, найдись, пожалуйста. Ты телефон в машине забыл, там звонков куча. Звонил Малахов, я трубку взял. Говорю, всё, говорю, всё. Самолёты задом не летают, говорю. Говорю, назад, назад, говорю, дороги нет. Он говорит, да не, я ни на что не претендую. Мне, говорит, облепиху забрать, да листья можжевелова. Это Геннадий. Потом привольно, привольно звонил с контрольной закупки. Говорит, ни в коем случае старгородскую сырокопчёную не берите. И его два дня не будет. Кстати, Валдис, там это, ваш водитель пришёл. Вот, это ноги болят. Можно ему денег на такси дать, ну или машину купить, у него ж права есть. Чего он вас сносит? Миша, Галусян, чисто между нами, по секрету, твой водитель бензин сливает. Нет, ты можешь глаза закрыть на это, конечно, но если Александр Васильевич узнает, вам обоим влетит. Короче, надо шефа искать. Тихо, Нигаусата, чё ты стоишь? Да чё вы меня оскорбляете, что вы, что ваш племянник, дебильная семейка? Чё это он? Зря вы его обидели, сейчас его брат выйдет, а он вообще неадекватный. Он один раз знак протеста камень к шее привязал и с моста прыгнул. Воду? Не, на проезжую часть. Я ж говорю, он вообще неадекватный. Кто моего брата обидел? Ну, я. Ну и ладно. Валера бесконфликтный. А где у вас, а? Чё, где? Где, а? А чё вы ищете? А чё вы прячете? Да ничего не прячем, у нас здесь КВН. А, я из-за вашего КВНа в тюрьму сел. Как это? Я, короче, в хату залез, хозяева спят. Ну, я, короче, начал вещи вытаскивать и на пульт наступил. А там та-дам, та-дам, та-дам. Передача началась, да? Да ты дослушай. Та-та-та-та-та-та-та-та-дам. Да я понял, КВН начался, и чё? Хозяева проснули? Да не, я залип, сидел, смотрел, пока полиция не приехала. Так на два года в тюрьму и загремел. Да надоели вы. Думаете, только у вас талантливые родственники есть? Здравствуйте, а где мой племянник Тимофей? Да встань на место, балбес, мы хотя переодеваемся. В смысле мне к нему нельзя? Да мне всё можно, я же мать! Чё ты обниматься лезешь? Видели же? Я сделал всё, что мог. Вот он. Я знаю. Здрасте, Александр Васильевич. Я мама Лёши Кривини, да. Полуфиналиста выше Лиги КВН. На секундочку. Почему эта русская дорога не прошла в финал? Вы вообще в курсе? Вы здесь что-нибудь решаете? Галя, не чести, не тараторь. Правда, на нашей стороне. Я знаю, накапай, Валя. Александр Васильевич, почему они не прошли в финал? Они что, плохо шутят? Так вы как доставник, покажите, как надо шутить. Придите на тренировку, дайте слова, они всё сделают. Да, знаете, какие они у меня послушные? Я вон Лёшке в третьем классе с балкона крикнула. Шапку надень! Так он её до сих пор не снимает. Галя, Галя, это шапка. Я думал, это прическа такая. Валя, закрой рот. Накапай. Александр Васильевич, у них после проигрыша вся жизнь под откос пошла. Они в Армавир приехали, начали бутылки собирать. Ну хоть дома прибрались. Валя, замолчи. Тётя Галя, да при чём здесь Александр Васильевич? Это жюри решает. Жюри? Хорошо. Здравствуйте, жюри. Миша Голуся, ну вы же бывший КВНчик. Вы же тоже играли, номер этот показывали. Гадя Петрович, хреново. Хреново, что я тогда в жюри не сидела. Я бы вам ничего не поставила. Галя. Галя, не надо ля-ля. Но мы же вместе сидели гоготали. Помнишь? А, А, Адя. Прекрати. Мы сюда ругаться приехали. Александр Васильевич, ну что у вас за игра такая, а? Вроде бы с сезона вылетел, всё равно сюда приезжать надо. Кто мне по хозяйству будет помогать? Ваш КВН у меня сына забрал. Галя, надо петь. Любит вас Алёшка больше, чем меня. Называет вас Василий, чем любя. Кардинально он сменил общение круг. Я ему совсем чужая стала вдруг. Раньше было всё так хорошо. Просто Алёшка весёлым малышом. Но жестоко двадцать восемь лет спустя Ты у матери забрал её дитя. Раз уже забрал ты сына моего, Для баланса отдавай мне своего. Будет летом он нам вишню собирать, Во дворе палас и палкой выпивать. И пускай живёт Алёшка у тебя. Я как сына полюблю твоё дитя. А когда привыкнет Сашка к нам совсем, На себя мы перепишем дом кавы. Александр Васильевич, На самом деле это я, да. Не удивляйтесь, я просто очень хорошо вживаюсь в роль, Меня даже не узнать. Галя, что происходит? Тёть Валь, я вам потом всё объясню. Боже мой, как на мать похож, а? О-о-о, вы приехали! Здорово! Здорово! Вы ж меня это, в прошлом в Сочи забыли, Сволочи, уроды, твари! Что за эмоция, дядь Лёнь? Да я ж это, пока здесь год жил, Волонтёром подрабатывал, Злиться разучился. Сволочи, уроды, твари! Прости! Что вы это, в следующий сезон Вы в Солиге идёте? Ну да! Подождите, не идите! Вы чё? Вы сейчас в Москву приедете, Комманду выиграть начнёте, Вам деньги с разных сторон прилетать будут, Вам бухгалтер нужен, да? А у меня есть знакомый, Сейчас познакомим. Юдима Мои слёзы, моя печаль Здорово, здорово, Юдима Серьёзный человек, между прочим, да, бухгалтер от Бога Знаешь, сколько он за свою карьеру уже 400 килограмм документов сожрал? Отсюда и жога Да чё вы врёте? Чё нам врать? Слышь, мы солидные люди Алло! Алло! А ты, дурацкая привычка, еще с дурдома осталось по ладошке разговаривать, да. А на этот никто не звонит, да. А этот прям разрывается, слушай. А че ты это, симки перекинь? Я ж говорю, он не дурак. Хороший бухгалтер, за ним даже ОБЭП гонялся, да. Ему один раз по решению суда промывание делали. Ничего не нашли. Профессионал. Только у него одно но есть, да. Он не работает с ламинированными документами. В этом случае никакой гарантии. Нет, дядь Лень, дядь Лень, не надо, мы как-нибудь сами. Ну смотри, если надумаете, звоните. Только не на ладошку. Там постоянно занято. Все, давай. О, экран разбил. А где он сидит-то? А? Где он сидит-то? А вот он, да, красавец-мужчина. Синя! Вон он сидит, посмотри. Большой человек. Туфли на ногах. Слушай, Семен, ну ты, конечно, сильно изменился. Сильно, да. Вон костром не пахнешь. Видишь, хорошо. Может, на денек сорвемся в лес, а? Ослепнем, повоняем, а, Сень? Слушай, Сень, а помнишь нашу песню костровую? Помнишь? Помнишь? Я спросил у я. Сеня! Да, он суслопаров-то петь не дает. Помнишь, суслопаров? Помнишь, как мы с ним в поход вдвоем пошли? Его еще медведь схватил и в берлогу потащил. Так он тебя до сих пор на помощь зовет. Сеня! Слушай, Семен, у нас вопрос такой. А как так получилось? Мы песни с тобой вместе писали. А сейчас ты по Москве на джипе ездишь, а мы на клеенке с горки, а, Сень? Ладно, Семен, поехали мы в Армавир, да. Тебя с собой не зовем, понимаем. Работа, связи, продюсер ты, да, вот. Валдис, собирайся, а. Валдис! Валдис, у суслопаров тебе уже привык. Давай, если тем, мы за кулисами. Ой, Валя, да пойдем. Какая-то граница с Латвией. Это собака лежит. Тетя Галь, здрасте. КВН покрасьте, кисточки за кулисами. Вот, Валя, посмотри, какое звездное жюри сегодня. О, жюри, Галя. Да ну прекрати ты, не приехал твой безруков. Просто Валя очень сильно Сережу любит, она даже в бога не верила, пока его безруков не сыграла. Галя, Галя, Галя. Я, наверное, сегодня в гостинице ночевать не буду. А чё это вдруг? А ну рассказывай. Да я чё-то по бабкам не вытягиваю. Так всё, прекрати, Валя. Мы сюда по делу пришли. Здрасте, Александр Васильевич. Мы посмотрели ваши эти музыкальные фестивали. Вы всем кивинов раздаёте, а у вас кивина почему-то нету, да? Вы что, не можете какую-нибудь коротенькую песенку придумать? Ну это ж просто. Вот, например, да, пожалуйста. Цвет настроения синий. Валера выпил и надел бикини. Видите? Да, или песня ПТУшницы. Сегодня в белом бате кружится. А завтра ты в роддоме тужишься. Галя, это жизнь. Я ж говорю, это всё легко. Да прекратите, тётя Галя, вы нам всё портите. Да это ты постоянно всё портишь. На самом деле, это я. Я что, один должен переживать, почему у Александра Васильевича кивина нет? Лёша, позови маму, пожалуйста. Что, Валя? Галя, дай ключи от номера, а то у меня что-то прям поплохело. Ой, да иди отсюда, вас. Как и играют настоящие мужчины. Трус. Вот сумка. Вот клюзка. Что случилось, Виталь? Да я должен был с нашими ребятами на Олимпиаду лететь. Не получилось, да, в этот, как его, пчёнчик, пчёнчик, пчёнчик. Да похлопай ты, зубом подавился. Так чё не полетел-то? Да не получилось, там два варианта, да? Либо я сам не в тот самолёт сел, Либо мне тренер специально билет до Калуги купил. Вот сумка, вот клюзка, вот калуга. Стоим смотрим друг на друга. А так хотелось в этот пчёнчик, 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 да похлопай. Опять зуб? Да. Да ты не переживай, там всего 6 попыток осталось. А ты ж знаешь, что сегодня на игре присутствует Иван Телегин? Конечно, знаю. Ваня, телега, брат, здорово! Да вон он сидит. Да я знаю. Это просто такая хоккейская стутка у нас, да. Покажи ещё раз, где? Вот. Ваня, телега, брат, здорово! Слушай, как ты выиграл! Вот сумка твоя, вот клюзка! Да не, ладно, сутью. На самом деле, молодцы, красавцы, пацаны. Мы вами гордимся. Вот, сейчас победу вашу пойдём отмечать. Может с нами, а? Там такая компания собралась. Я, два барда, сейчас пельс освободится. Ну смотри, мы, если чё, за кулисами. Здорово, пацаны! Вы русская дорога? Ну да. Здесь я их тошу! Пацаны, вам по-любому сегодня выиграть надо. Я на вас все деньги поставил. Вон, голый хожу. Вы на ставках играете? Я, ну как играю? Отыгрываюсь. Вы, наверное, всё на чемпионате мира проиграли. Да не, какой чемпионат мира? Я на футбол не ставлю, он предсказуемый. Я ставлю на невероятные события, чтобы за один раз куш сорвать. Кстати, Меркель в жюри? Нет. Да блин, ну как так? Ой, ещё и Масляков не в шортах. Две ставки не просли за день. Ну ладно, ничего, сейчас Королёва с Николаевым обратно сойдутся. Я сразу все деньги отыграю и долги раздам. Так это надо, чтобы Королёва с Тарзаном разошлась. Нет, ты чё? Так выигрыш маленький, надо, чтобы они троём жили, понимаешь? Вы нормальный? На такое ставить как минимум глупо. Ой, ты больно умный. Ну поумнее, чем некоторые. Да? Тогда скажи, сколько бурых медведей на планете Земля? Не знаю. Я написал 19. Вот ставка, да, и не проверишь, прошла или нет. Так ладно, пацаны, вам по-любому выиграть надо. Это, а я пойду поставлю, чтобы Путин победит. Так он же победил. Макгрегора в третьем раунде. Оооо! А чё вы приехали? Здорово! Здорово, вы с палушки вылетели. Чё приехали? А мы приехали на кубок мэра Москвы. Отмечательный рождения КВН. Чё, серьёзно? День рождения КВН? Да. Чё ты не сказал? Я поделся, хотя бы нормально. Александр Васильевич, с днём рождения КВН, да? Это, КВН, ну там всего... Да я не ототру уже. Это, давайте левой. Хотя, а нет, всё, две испачкал. Это, с днём рождения КВН, там дома КВН, дача КВН, всего КВН. Чё это, слушайте, а банкет будет в честь праздника? О, не знаю, мы как-то не планировали. Давай, ты чё, надо сделать, я могу его, кстати, организовать. Давай, кто это на банкет придёт? Константин Львович Эрнст. Так, значит, пластиковую посуду мы убираем. Хотя, с чего они есть будут, не со стола же. Возвращаем. О, ещё и стол нужен. Вот, закутим. Всё, прекратите. Вы свою задачу знаете. Конечно, до 65 лет дожить. Я ж правильно понимаю, сейчас все бы такую задачу поставили. Ну всё, хватит. Это серьёзное мероприятие, вы понимаете? Конечно, понимаю. Знаешь, какие у меня конкурсы весёлые есть? Мой любимый называется «Кокорин и Мамаев». Да. Берём стул, ставим его в центр, люди начинают бегать. И что, кто первый сел, тот выиграл? Нет, там задача в другом. Нужно умудриться не сесть. Это завершение обстоятельств. Ях, кто такие, слышь? Вы кто такие, слышь? Кто вы такие? Вы кто такой? Чё вы кричите? Я вообще-то охранник этого концертного зала. Слышь, вы кто такие? Подождите, мы КВЭчки, у нас здесь концерт Опять концерт, да сколько можно, слушай Каждый день эти ваши концерты Вон вчера Петросян со Степаненко приезжали Вот так концертный зал пополам поделили Один здесь для своих выступает, другая здесь для своих Здесь не стучки, не табуреточки, здесь не баночки, скляночки Странный у вас какой-то кашель Да это не кашель, я просто на каратэ записался, два дня хожу, пока только звуки выучил И пару приемов, верхний шпагат, тройной удар, слышишь ты? Наверное работа охранника скучная Да с вашими концертами не соскучишься Вот, пожалуйста, Эл-Джей приехал, пел песню этого, розовое вино Так абхазы подумали, конкурент, пришли люлей наваляли Локти-котти, еле отбил его Да тут вообще, что не концерт, так казус Казаченко, значит, приехал и во время припева разбежался и в зал прыгнул Ради хайпа? Ради полтинника Как он его заметил еще, самое странное Самое главное, когда я к ним ушел, меня люди не пускали А вот когда прыгнул, они расступились, ты посмотри Да, знаешь, у кого самое яркое появление было? У кого? У Баскова, да Он сначала на парашюте два часа вот так над концертным залом кружил Потом, короче, он в ту щель влетел Вот так над людьми пролетел и сюда на сцену Правда, только петь начал, катер тронулся, его обратно в море унесло Ладно, че, короче, выступайте, не буду мешать Подожди, помогите мне это слово в сканворде разгадать А ну, как называется порода тигров, которых на планете осталось 20 штук? Уссурийские Вот, блин, я слабый написал Ладно, давайте, выступайте Факты, факты! Где факты? Закрой рот, госдеповская подстилка Да почитайте историю, вы здесь никогда не жили Здорово, мужики, не обращайте внимания, это у меня такая реакция на камеры Че, как дела, мужики? Вы ж мужики, не то, что там в Европе эти... Да что у вас за отношение к европейцам? Да потому что, ты представляешь, они на весь мир говорят, что мы агрессоры Мы агрессоры, мы с тобой агрессоры А ну отошел нахрен от велосипеда, собака сутула, я тебе глаз высошу Это ваш велосипед? Нет, ну не его, раз он убежал, правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ По-любому евродемон какой-то А чего вы так европейцев ненавидите? Да потому что они нам всю жизнь усложняют Вот взять, например, их евро, да? Он то 80, то 85, то 91 У нас как всю жизнь было? Рубль, рубль Потому что стабильность, понимаешь? Стабильность, че они туда все едут, эти достопримечательности смотреть Че там смотреть? Вот че там смотреть? Башню кривую косую тут построили, все ездят смотреть У нас в Армавире построили ровную водонапорную башню Так она ж упала! Да, но ровно через год и ровно на гору водоканал Потому что у нас все ровно, стабильность, понимаешь? А у них все, они все в кредитах погрязли Все в кредитах, по 300 штук на себя наберут Не то что у нас, ты один взял и всю жизнь его прешь, тащишь Как в бандитском Петербурге Там для меня горит очаг Тебе еще банк в спину процентами Как вечный знак Забытых, у них ничего хорошего нет, понимаешь? Взяли, молодцы, наркотики легализовали Давайте еще у нас легализуем Давайте, а? Дядь Бур, че вы приехали? Да ладно, короче, я вам с конкретным предложением Да, у нас в студии, значит, это В первом ряду три места освободилось Вот, молодые ребятки вышли, неразогретые На американца орать, рты попорвали, представляешь? Да мы ж политики не понимаем А там не надо ничего понимать, че там понимать? Че жой говорит, ори, перебивай Жой говорит, говори, браво, молодец, браво! Не, не, мы в КВ не останемся, наверное Ну смотрите, смотрите сами Мое дело предложить Просто жалко вас, лица такие больно патриотические Да, у него больше больно, а у тебя больше патриотические Все, давайте Мизинцам об кулису Как это больно Соберись, Валера, никто не должен видеть, как ты плачешь Трай-тай, тарадай Тара-татай, тарадай Тарай-тай, тарадай Валера, морской волк Здрасте, дядь Валер Здарова, салати Вперед, ВМФ! Ушли ракеты! Дядь Валер, а много у вас на корабле ракет? Нет, ты чё, у нас одна, но зато знаешь какая? Вдруг чё, я на кнопку нажму, так палуба отъедет, понял? И она так долго-долго-долго-долго-долго-долг Это я ещё быстро рассказываю! Долго-долго-долго-долго-долг Вылазит, мы её моем, и она долго-долго-долго-долго Серьёзно? Да не шучу, ты чё, никто её не моет Потому что нам некогда, ВМФ это сила, ВМФ это мощь Ушли торпеды! Кстати, а вы знали, что дельфины вкусные животные? Может быть умные? Были бы они умные, откуда бы я знал, что они вкусные? Мне кажется, вы брешите Слышишь, брешите? Ты винт на корабле знаешь? Ну Ты хоть раз в жизни в него на полной скорости попадал? Не А шо с тобой тогда случилось? Да всё, хватит! У нас музыкальный фестиваль, вы нам мешаете! Да знаю я ваши фестивали, музыка Ты чё, я всех членов жюри знаю Вон, Семён Слепаков, вот пожалуйста, Пелагея Пешь... 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 Пошли песни! Какие песни? Да вот эти, например, смотри, про европейскую толерантную армию Комбат, батяня, голландский комбат Ты спины царапал своих же солдат Прекратите, что это такое Да ладно, ладно, есть актуальное Про самоизоляцию, да Натали, через ум мои печали утоли Все, ну хватит Да ладно, ладно, все, пошел Тебе говоря, мне в море пора Ведь море у меня в сердце Сердце с другой стороны В сердце Вечер в ЦАТРУ, господа Че, здорово, че у вас здесь? КВН Че? Ничего КВН Ясно, ладно, давай обозначь вопрос быстренько А че сделать надо? Зай, че ты мне не сказал, что ты пойдешь на поле чудес? Вообще-то это другая передача Ага, другая Че тогда у ведущего банка огурцов стоит? Это кто? Кто это? Ты че, это моя королева Мишустин моего сердца Это как? Ну мы просто с ней всего два месяца вместе Зай, че в Москве не живем? Потому что здесь экология плохая Здесь человек за год кирпич вдыхает Так давай тут подольше поживем Потом в Армавир переедем И ты мне дом выкашлишь Вот как ее не любить? Все, я тебя жду в машине Где ее потом искать? Мы на метро приехали Ладно, давай обозначь проблему, че делать надо Мы хотим выиграть игру Выиграть игру это прям сложно Ну в принципе решаемость Короче, если хотите выиграть То надо поступать как в 90-х Надо, короче, жюри запугать Это как? Ну например, позвонить им ночью и в трубку дышать Ну кроме Гусмана Почему? Ну че вы вдвоем всю ночь в трубку дышать будете? Не, это не подходит Давайте что-нибудь другое Ну тогда можно у моей матери тазик взять Человечка туда поставить, короче Бетоном залить и в лес Может в речку? Какую речку? Если матери тазик не верну, она меня сожрет Давайте что-нибудь не криминальное, а? Что-нибудь не криминальное? Ну есть, короче, один момент Вот Надо, короче, у Муругова, понял? Кассету с Гарри Поттером забрать Зачем? Ну ему по праздникам крутить нечего будет Давайте мы сами как-нибудь своими силами справимся А это молодцы, это хорошее решение Я такие решения уважаю Ну раз так, уважаемые, займите 500 рублей Нету Да блин, я так никогда не подстригусь Без меня никого не посадят Что ж такая штука неудобная? Здравствуйте Да что ж такое Здравствуйте, разрешите представиться Я адвокат Кальмар Сажаев Первый в мире адвокат, который есть в ТикТоке Добрый день Да что ж такое Вы не пробовали в другой руке носить? Как в другой руке? В другой... О, 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 о Как удобно Спасибо вам, молодой человек Я что-нибудь должен? Да что ж такое Сейчас я его пристрою куда-то Что у вас случилось? Вы точно нормальный адвокат? Давайте мы вас проверим Давайте Статья 158-я Кража за бани 49-я Хранение и распространение слухов Правильно, дядь Паш? Да я откуда знаю Вы меня проверяете или его? Хорошо, хорошо Если вы не верите, что я адвокат Я вам сейчас дам свою визиточку Сейчас, одну секундочку Сейчас я достану просто ее Так, что ж такое Так, 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 так Сейчас, ну с Богом Что ж такое Сейчас, сейчас, сейчас Просто на день рождения подарили Тестью А я украл Сейчас Это что ж такое Вы не могли бы помочь? Вот, пожалуйста, моя визитка вам Алина, ногти? Да, у нас просто с женой бизнесы разные А номер один Вы не переживайте, звоните Я выиграю любые дела Прям все дела выигрываете? Да, я считаю так Если мне заплатили Это уже победа А за сложные дела беретесь? Конечно, один раз такое дело было Короче, один мэр одного города За ночь весь городской бюджет Потратил на путан Так мы что сделали? Мы с задним числом всех путан Устроили в поликлинику И что получается? Мэр за ночь весь городской бюджет Потратил на здравоохранение И что, его не посадили? Посадили, конечно Ты что, у него путаны людей оперируют? Так вы будете нам помогать или нет? Хорошо, давайте разберемся Что у вас произошло Мы убили человека битой Ну, это уж никто не видел Ну, как никто не видел? Посмотрите, сколько людей сидит Ну, никто ж не снимал Ну, как не снимал? Первый канал ведет съемку Так, 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 так Сейчас, можно в принципе так сделать А сидеть вы вообще не хотите, да? Так сидите отсюда Сейчас все сделаем Не переживайте Вам нужно железобетонное алиби Значит так Вас не было на месте преступления Потому что в этот момент Вы на съемной квартире Снимали видео эротического характера Да, давайте Целуйтесь с ним Я пока телефон найду Все это запечатлим Эу Что ты делаешь? Я не хочу в тюрьму Да вы что, не поняли, что это Леха? Просто когда я ему по башке дал Его завернуло Дядь Паш, дай биту Как говорится, клин клином вышибают Дед Захара по голове палкой Добре на быть Дружнее на быть О, вы приехали Дядь Леня, дядь Леня, дядь Леня А что, вы руки не моете? А то я вам руку жму А у меня затылок болит Молодой человек Вы что, не знаете? Женщину сначала нужно угостить вином Уже потом рукоприкладство А, пацаны Красавцы Больно, но в точку Переключай быстрей Пацаны, вы, наверное, забыли На этом канале А, переключаю я Да все, хватит Это я, Леха Ага, Леха А как у тебя Александр Васильевич в телефоне записан? Александр Васильевич Масляков Бей его, это не Леха Да не надо бить, как я при нем скажу Саня Вышка Все, заканчиваем Спасибо за просмотр! Можно Phinia Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова